Здравствуйте! В эфире программа «Второе дыхание». Это программа о спорте, спортсменах и спортивном образе жизни. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня вообще грандиозные события в рамках города, вообще городской открытый праздник по фитнес-трофе. Фитнес-трофе уже как бы третий год, волной такой идет, огромный цунами прокатывается по городу Рязани. Ну и дошла, естественно, до школ. Здесь присутствуют школы, команды школ общеобразовательных и команды Дворца детского творчества разных отделений. Танцев, солнечные ритмы, гимнастики, хореографии, ну и, естественно, аэробики. Направление фитнес-трофе – это динамичная тренировка, во время которой при изучении новых движений проверяется выносливость, сила и пластичность. В общем, аэробика – вот популярные музыкальные хиты. Фитнес-трофе – это вид соревнования по аэробике, где существует четыре части, которые выявляют у спортсменов, как они готовы – выносливость мышц, координацию, танцевальность, эмоциональность. Ну, в общем, такая большая тусовка. На первый взгляд все движения элементарные. Широкий шаг вправо, влево, хлопок в поворот. Командует Елена. Но сделать так же ловко и легко, как это получается у мастера, не всегда просто, хоть все и стараются. Силы на исходе, а ведь даже еще не перешли к танцевальным упражнениям. А вот со стороны кажется, что никто даже и не устал. Для того, чтобы участвовать в подобных соревнованиях, совершенно не обязательно быть истинным спортсменом. Но вот дружить со спортом все же желательно. Подойдут и танцы, и гимнастика, и аэробика. Главное – чувствовать свое тело, уметь двигаться и обладать выносливостью. Тут не бывает легко, потому что на выносливость все-таки тяжело и интересно. У команды нельзя подводить. У нас командная работа, и нельзя подводить команду. Наверное, смелость, чтобы хотелось выступать. Все мои собеседницы занимаются аэробикой, который, кстати, является не только хорошим способом поддержания физической формы, но и действительно видом спорта. На одним из самых молодых, но быстро набирающих популярность во всем мире. И это неудивительно. Фитнес-аэробика – это один из наиболее здоровых видов спорта, в котором важную роль играют красота и гармония, и совершенство. Несмотря на относительную простоту и доступность, это достаточно сложный в координационном и физическом отношении вид спорта. Соревновательные комбинации отличаются быстрым темпом, резкой сменой положения тела, позицией. Большим плюсом является и тот факт, что в отличие от спортивной аэробики и от профессионального спорта, той же гимнастики, например, в аэробике нет рискованных и травмоопасных элементов. В фитнесе снимаешься? Я вот с сентября первый год. А на это танцы какие-то гимнастики? Гимнастика. Художественная, да. А почему после гимнастики? Подруга привела, мне очень понравилось. А гимнастика ты бросила? Не жалеешь? Ну, жалею, конечно. Мне нравилось там, но вот по урокам не успевала там. Какой гимнастика шла? Она тебе вот в этом виде спорта помогает? Да, конечно, шпагат, растяжка. Я пришла, хотела записаться на гимнастику, потом мама показала, что есть тужок аэробики, туда набирается дети. Но я решила попробовать, пришла, мне очень понравилось, и я начала заниматься. Укреплять здоровье, какая-то растяжка, как-то быть в форме помогает. Здоровое питание какое-то ты вот сам себя направляешь, вести себя. Ну и, конечно, аэробика – это всегда море позитивных эмоций и потрясающая энергетика. А еще необычная спортивная атмосфера, азарт и командный дух, которые вовсю царили в спортивном зале. Рязанский шахматист Дмитрий Андрейкин приблизился к своей лучшей позиции в мировом рейтинге. В мартовской версии он занял 21 место, а за месяц поднявшись на две строчки. Не игравший в феврале на крупных турнирах, гроссмейстер сохранил показатель 2732. При этом он расположился выше выступивших неудачно лучших шахматистов Англии и Чехии. Среди россиян Андрейкин остался пятым, а рекордными в карьере рязанца являются 18 место и рейтинга 2737. А на данный момент рязанский шахматист борется в Исландии за 5000 евро. Рязанский шахматист Дмитрий Андрейкин выступает на традиционном турнире «Рикья Викоупан» в Исландии. Соревнования стартовали 8 марта. За 9 дней рязанец сыграет 10 партий. Всего за главный приз борется 246 человек, в том числе 30 гроссмейстеров. Начало выступление Дмитрий с победы. В первом туре шахматист выиграл у норвежца Амстрея Гунара. Чемпион России, многократный призер крупных международных турниров, чемпион мира среди юниоров и финалист Кубка мира, а также один из лучших гроссмейстеров мира. Магнус Карлос в своем интервью назвал Андрейкина в перспективе самым опасным своим противником. Он входит в топ-10 практически на всех игровых шахматных серверах, что не мешает ему показывать прекрасные результаты в турнирах с классическим контролем. В общем, рязанец, которым мы действительно можем гордиться. Шахматами Дмитрий начал заниматься в раннем детстве. Ему повезло с наставником, опытным педагогом и сильным практиком. Мне повезло, я попал к хорошему тренеру Виктору Александровичу Пашарскому. Мы с ним какое-то время занимались во дворце, после чего он разглядел во мне талант, и мы перешли на индивидуальные занятия. Он приезжал к нам домой, мы достаточно много времени проводились за шахматами. Я так навскидку скажу, что у меня в детстве было два увлечения, это футбол и шахматы. У нас был очень спортивный двор такой, мы с мальчишками много времени проводили на футбольном поле, и в свободное время дома я занимался шахматами. То есть меня как-то школа не так сильно вдохновляла. Поэтому достаточно быстро удалось добиться первых успехов. В 99-м году в Испании я стал чемпионом мира до 10 лет. И это, наверное, повлияло на дальнейший рост, на дальнейшее желание заниматься шахматами, потому что в любом случае успехи они вдохновляют. И как-то так пошло-поехало. Дмитрий Андрейкин появился на свет в 1990 году, который оказался богат на шахматные таланты. Его конкуренты-ровесники были очень сильные. Однако Дмитрий не только не затерялся в звездной кампании, но и стал одним из лидеров своего поколения. Он не раз побеждал или занимал призовые места в юношеских первенствах. В том числе дважды выиграл чемпионат России до 20 лет в 2009 и 2010 годах. А вершиной его успехов стало звание чемпиона мира среди юниоров в 2010. Или, как его еще называют, титул шахматного принца. Очень важным в жизни молодого гроссмейстера стал 2008 год, когда он поступил в Саратовский университет. Этот вуз с усилиями известного организатора, энтузиаста Алексея Ветрова, создал очень сильную шахматную команду. В ее составе Дмитрий Андрейкин стал двукратным обладателем Кубка европейских чемпионов. Кроме того, у него появилась возможность получить высшее образование, не отказываясь при этом от шахматной карьеры. Дмитрий с юных лет завоевал репутацию исключительно сильного блицора, как за доской, так и в интернете. Он подтвердил свой класс, выиграв выдающийся по составу интернет-гран-при России, который Российская шахматная федерация проводила на портале «Шахматная планета». Вообще, в 2012 году Дмитрий выиграл почти все турниры, в которых принимал участие. Он стал победителем высшей лиги чемпионата России, а затем и суперфинала, опередив на тайбрейке Сергея Корякина и Петра Свидлера. Выиграл матч чемпионов у Яна Непомнящего, не говоря уже про несколько первых мест в сильных турнирах по быстрым шахматам. В 2013 году Дмитрий Андрейкин дебютировал в супер-турнирах, достойно выиграл в «Мемориале Таля» и в «Дартмунде». Также Дмитрий вышел в финал Кубка мира и завоевал путевку в турнир претендентов, а в составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы, одержав важнейшую победу в заключительном матче. На турнире претендентов в Ханты-Мансийске в феврале 2014 года Дмитрий Андрейкин набрал 50%. Он мгновенно и точно рассчитывает сложные варианты, трезво оценивает позицию на доске. Он очень упорен, изобретателен и психологически устойчив. Ныне Дмитрий Андрейкин всячески прославляет родной город и способствует популяризации шахмат. И, как и обещали, в этот раз мы расскажем вам о некоторых нюансах игры в бильярд, о технике удара, о правилах и всяких секретах. Так что любители этого вида спорта смогут улучшить свои навыки и закрепить познание об игре. Существует несколько разновидностей бильярдного направления. Пул, снукер, карамболь и русский бильярд, который в последнее время приобрел название пирамида. Пирамида имеет несколько направлений, а становимся на наиболее популярном. Есть классическая, это самая простая пирамида, которая называется «Свободная». Раньше эта игра называлась «Американка» в простонародье. То есть здесь смысл забить восемь шаров любым по-любому абсолютно. То есть шары имеют... Бордовый шар – это другой подвид игры. Это либо московская пирамида, либо комбинированная пирамида. До начала игры очень важно правильно выставить пирамиду на бильярдном столе. Ведь существует такое понятие, как активный разбой начального удара, который специально отрабатывается спортсменам, чтобы уже с первого удара уложить шар в лузу. Мало того, успешно забить с первого удара. Все остальное забить до конца. То есть партия ски сейчас с одного подхода. С одного удара. Да. Это уже не новость. После того, как бильярдный стол готов к игре, спортсмену нужно занять правильную позицию и выполнить удар. Бильярд приняли национальным видом спорта не просто так. В любом виде спорта существует техника, которая отрабатывается годами, для того, чтобы спортсмен мог достичь определенных результатов. В эту технику удара входят такие комплексы, как правильная постановка корпуса, правильное расположение ног, правильная постановка моста – это левая рука, как правильно поставить ее, чтобы не было никаких изъянов, как правильно взять кей – это хват, как правильно прицелиться, как правильно сделать прицельно-маховое движение, как правильно сделать замах и как правильно нанести удар. Я решила попробовать научиться правильно играть. И для начала узнала, как нужно держать ки в руке. Ведь это основа основ. Оказалось, что хват ки делается тремя пальцами, сложенными в замок. Указательный, средний и большой. При этом безымянные мизинец отдыхают, они остаются расслабленными. Кстати, перчатка для боулинга в помощь тем, кто не может понять, как взять ки в руку. Она фиксирует кисть и помогает выработать привычку. В спортивных школах по бильярду такие имеются. После того, как ки правильно взят в руку, спортсменам нужно принять определенную стойку для совершения удара. Причем обязательно на полусогнутых ногах. Теперь надо разобраться с руками. Проблема в том, что вот эта часть руки всегда должна находиться на жесткой позиции. Иначе у вас будет двигаться рука, и вы... То есть вот так прям лечь, что ли? Так, да. Мало того, лечь, надо еще ки на подбородочек положить. Ки должен находиться под вами. Я совсем не умею играть. Вот эта линия удара называется прицельная линия удара. Ну а поскольку бильярд – это своеобразная стрельба с большим количеством мишеней, тут нужно научиться правильно прицеливаться и создать все условия для четкого удара. Большое внимание необходимо уделить положению второй руки. Есть несколько мостов, которые применяются в игре на бильярде. Это стандартный мост, когда несколько опорных точек – это значит все подушечки пальца должны быть плотно прилегать к сукну. И вот это основа руки, которая тоже ложится на сукну. То есть опора получается вот здесь, 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 здесь и вот здесь. Плотно. Большой пальц, он прилегает к основе указательного пальца и получается вот такая рогатульненькая. Видите? Есть вариант кольцом. В некоторых случаях он принимает закрытый мост. Есть вариант с борта мост. Есть вариант мост через шара игра. Можно так, можно так. То есть самое главное, чтобы был плотный упор. Прицел, игра, удар – все это, конечно, зависит от мастерства игрока. Но во многом результат может быть улучшен и правильным выбором кия. Они подбираются под каждого спортсмена индивидуально и бывают двух видов – целиковые и сборные. Разборный кий, он удобный. Тем, что он разборный. Конечно, да, его удобно перевести с собой. Вообще считается более качественный удар и более лучшая игра у целикового кия, потому что он сделал из одного целикового кусочка дерева. А кий из двух частей все-таки он уже разбит. И считается, что удар более качественный у целиковых кий. Ну и в завершении можно сказать пару слов о том, из чего состоит сам бильярдный стол. Это корпус на восьми ножках, который держит на себе огромные плиты из природного камня. Здесь их пять штук. Плиты отшлифованы до идеального состояния. Стол выровнен очень ровно и точно. Здесь все шпаклюется заново. Ой, здесь прям идеально ровно. Конечно, все должно быть идеально. Сборка такого большого стола ведется профессионалами. Так что если кто-то захочет установить бильярд дома или на даче, или же перетянуть сукно, лучше обратиться к мастерам. Они смогут сделать все для того, чтобы основа для этой игры стала четкой, вымеренной и правильной. И на сегодня это все. Будьте спортивными и здоровыми. И пусть всегда у вас открывается второе дыхание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова